Валентина Матвиенко Много экипажей ДПС. Спецмашины стояли по пути в аэропорт, на Северном шоссе, Октябрьском мосту и в Удачном. Сегодня Матвиенко собирается работать на медицинских, образовательных и промышленных объектах и обсуждать социально-экономическое развитие нашего края. Руководитель Верхней Палаты Парламента пробудет в Красноярске до завтра, 14 февраля. Валентина Матвиенко И чтобы выбраться на проезжую часть, жителям четырех домов приходится делать крюк на объездную дорогу. Правда, некоторые поступают проще и просто оставляют свои автомобили прямо на повороте, не заезжая во двор. Но, спасая свои машины, люди рискуют провалиться под лед и промочить ноги. Ну, конечно, как я тут проеду? Я же без транспорта остановилась. Плохо. Только что, ну, провалилась, да, вот, 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 вот у меня полные ботинки воды. Вода затопила не только выезд со двора, но и парковку. По ней текут ручьи, а тротуары превратились в ледяной каток. Владельцы машин боятся, что их авто в любой момент провалятся под лед. Я вот переживаю, как туда выезжать. Поэтому ждем, как идет под ней и колея. Передние колеса, передние приводные застрянуты, все. И приехали. Я не хочу, чтобы машина стала кораблем. Это, кстати, самое тяжелое, чтобы не заехать, не выехать. Выйти с двора так же сложно, как и выехать на автомобиле. Люди просто не понимают, как им выбираться с придомовой территории. Все понятие. Тоже очень интересно, как придется перебираться через это. Плюс скользко еще. А то что, мы положили на деревяшку. К подобным авариям жители домов Новильского уже начинают привыкать. Происходят они здесь каждую зиму. Коммунальная авария была в этом самом месте чуть больше года назад. Тогда здесь было настоящее море при выезде из двора. Сейчас здесь тяжело даже спецтехники. Видимо, сделанного ремонта хватило ненадолго. В прошлый раз ситуация была еще сложнее. Тогда многие машины мерзли в лед. А их владельцы оценивали ущерб и требовали компенсации у Краскома. В этот раз устранять последствия аварии начали быстрее, поэтому до такого не дошло. Очевидно, что старые сети Новильского, которые смонтировали еще в 60-х годах прошлого века, требуют полной замены. Но работы здесь снова ограничатся только устранением последствий аварии. И надолго ли хватит этого ремонта, пока не ясно. Григорий Горячих, Эдуард Баглай, 7 канал. В фекальной воде утонула подземная парковка в Тихих Зорях. В доме по адресу лесников 25А под утро потекли зловонные реки. Произошел порыв канализации. Все содержимое унитазов жителей полилось на платную стоянку. Водители говорят, подобное происходит не впервые. Месяц назад топило еще сильнее. Тогда все автомобили стояли в воде, а пробираться к ним приходилось на цыпочках вдоль стены. В управляющей компании «Планета», которая обслуживает дом, оперативно прокомментировать пахучий инцидент не смогли. Ответственный за парковку, как сам себя назвал, внезапно появившийся на месте мужчина, пообещал, что порыв скоро устранят и все отмоют. А вот представляться нам он наотрез отказался. Слушайте, ребята, я понимаю, у вас это пансионный голод. Но вот в этой дерьмо лезть, зачем вам надо? Ну зачем вам это надо? В таком состоянии оно недавно. Порыв канализации. Работает аварийная бригада. Как только они устранят порыв, придет команда ТСЖ, выключает воду. За ними следом приходим мы и антисептиком все вырабатываем. Сразу два пожара произошло в Красноярском крае минувшей ночью. В Минусинском районе почти полностью сгорел жилой дом и ликвидировали пожар меньше, чем за три часа на площади 160 квадратных метров. Загорелся дом из-за того, что его хозяин неправильно установил печь. В месте, где отопительная труба выходит наружу, загорелся потолок. Еще один пожар случился в городе Шарыпово. Там горели помещения складов, автомойки и автосервиса. Пожар начался в первом часу ночи, его тушили до утра. Огнем было охвачено 200 квадратных метров. Причиной этого пожара стал отопительный котел, оставленный на ночь без присмотра. К счастью, ни в одном из пожаров никто не пострадал. Нефелин и известняк нашли в пробах черного ачинского снега. Результатами проверки поделилась заместитель министра экологии края. Юлия Гуменюк отметила, химический состав проб говорит о том, что нефелин и известняк принесло ветром от возможного источника. Из них делают глинозем на местном комбинате, поэтому догадаться, что за источник, нетрудно. Результаты исследования отправят в прокуратуру и Росприроднадзор. Они также занимаются почерневшим ачинским снегом и могут привлечь виновного к ответственности. Напомню, в январе ачинцы стали жаловаться на проблемы с дыханием, на слой пыли поверх снежного покрова, а также черный пепел, который оседает на дорогах и машинах. Во время проверки там зафиксировали превышение допустимой концентрации вредных веществ почти в полтора раза. Суд вынес приговор каннским блогерам, которые устроили пьяный дебош в церкви. 20-летний молодой человек получил два года и три месяца в колонии-поселении. Второй – 28-летний мужчина. 440 часов обязательных работ. Свою вину оба подсудимых признали. В их деле сразу несколько статей. Это публичные действия в целях оскорбления чувств верующих, представителя власти, а также хулиганства. В совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Куетковскому наказание в виде лишения свободы сроком на два года, три месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении, куда следовать под конвоем. Эта история произошла 15 октября. Двое пьяных парней подошли к служебному автомобилю, и один из них, снимая все на телефон, стал оскорблять полицейского, который сидел в машине. Затем они отправились в Свято-Троицкий кафедральный собор Каннска. Там кричали на прихожан, ругались матом, танцевали, и это тоже снимали на видео для своего телеграм-канала. После на площади у храма приставали к прохожим, а нищему, который просил мелочь на паперте, предложили деньги взамен на публичные издевательства. Он должен был сделать сальто. Уже вскоре после этого участники дебоша записали видео с извинениями, но оно им не помогло. Бесплатные лекарства, питание в школе и проезд в автобусе, эти и другие меры поддержки многодетных семей обсуждают сегодня депутаты законодательного собрания Красноярского края. Такая помощь уже существует, но ее получение имеет сложности. О том, что некоторые лекарства бесплатно могут получать все дети до трех лет, и до шести из многодетных семей, многие даже не знают. А бесплатный проезд в автобусе осложняется сбором чеков и других документов. Поэтому депутаты поставили задачу сверить законы с теми задачами, которые поставил президент, им нести изменения. В вопросе о лекарствах, например, собирается составить список препаратов, которые педиатры смогут выдавать своим пациентам бесплатно. Это очень важно для того, чтобы семьи с детьми получали максимальную заботу, максимальную поддержку по максимально простому, как сейчас модно говорить, клиентскому пути. Не собирая лишних документов, не подтверждая какие-то вещи, которые орган социальной защиты может подтвердить самостоятельно, максимально упрощая их жизнь, демонстрируя таким образом заботу о семьях как безусловном приоритете страны.